Добрый вечер. Это сообщение и жалоба пришло к нам сегодня напрямую из Украины. Нефть и газ – реальные мотивы США в подстрекательстве к войне. В западных СМИ в связи с кризисом в Украине проходит крупная клеветническая кампания против президента России Владимира Путина. Одна из основных причин, которая подтолкнула США к такому кощунственному подстрекательству к войне, западных СМИ умалчивается. В 2011 году президент России Путин открыл в Санкт-Петербурге биржу нефтепродуктов, на которой сделки совершаются в рублях и юанях, а не в долларах. Отказ от нефтедоллара – это смертный грех, который уже стоил жизни некоторым главам государств. Западные СМИ игнорируют тот факт, что в Севастополе, Крым, рядом с Россией, находится не только дислоцированный там военный флот, но и нефть и газопровод, который снабжает Европу. США назвали реакцию России по защите торговли и ресурсов незаконной оккупацией Крыма. Но при этом не упоминается, что Россия оплачивает аренду портов и поставляет в Крым газ по сниженным ценам. Если дело между Западом и Востоком дойдет до войны, а возможность этого высока, тогда не у Америки будут основные проблемы, но у нас, европейцы, потому что здесь у нас возникнут военные столкновения. Кто хотел бы получить представление о том, что это значит, быть втянутым в такую войну, тот может вспомнить Ливию, Сирию, бывшую Югославию, Ирак или Афганистан. От бомб и беспилотных самолетов пострадали тогда не политики и шеф-редактора, но, как обычно, простые граждане, семьи, друзья, дети. Смотрите нас снова в эфире. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова